Привет всем! Этот выпуск будет о том, как мы начали подготовку стекла к строительству аквариума. Собственно, мы подготовили донные стекла и вклеили ребра жесткости. Почему вклеили ребра, но не собранное стекло? После заставочки я все вам расскажу, друзья мои. Поехали! Итак, начну с того, что все стекло приехало очень хорошо упакованным. Все мелкие детали были обвернуты в стрейч и антиударную пленку, а большие детали еще и с корковыми прокладками. Все было проложено пенопластом в деревянной обрешетке. Хотя, несмотря на все это, новая почта таки умудрилась коснуть одно и стекло. Нелегко, наверное, это было им сделать. Но они, по всей видимости, очень старались. Подготовку стекла мы начали с монтажа ребр жесткости на переднее и заднее стекло. Предвижу вопрос, типа, а зачем клеить ребра в несобранном аквариуме? Отвечаю, друзья. Выставить ребро под прямым углом на вертикальном стекле занятие достаточно трудно и выполнимое. Но в первую очередь мы хотим собрать банку за один приезд, так как до заказчика ехать 65 километров в одну сторону по очень плохой дороге. И лишний раз разбивать машину не особо-то и хочется. Ну а так как ребра у нас уже будут приклеены, мы за один раз соберем и задуем швы в аквариуме, да еще и стяжки поставим на заранее подготовленные ребра. Все места соприкосновения стекла с силиконом мы обезжирили с помощью ацетона. Хочу еще раз отметить тот факт, что работать с отполированными торцами очень легко и приятно. Так что возьмите это себе на заметку. В прошлом видео я упоминал о том, что ребра жесткости нам пришлось разрезать на две части, так как транспортировка деталей в 3 метра длиной и 10 сантиметров шириной очень затруднительно. Тем более с таким качеством перевозки, как в украинских курьерских службах. Так что их монтаж немного отличается от стандартного вклеивания ребер. Собственно сам процесс вы сейчас видите на экране. Хочется отметить, что ребра будут доходить вплотную к боковым стеклам с зазорами 3 миллиметра, что придаст конструкции нашего аквариума дополнительной прочности. Также хочу сделать акцент на том, что нанося силикон для монтажа ребра, нужно накладывать колбаску потолще. Лучше пусть силикон выдавится на стороны и срезать его ножом после высыхания, чем пустоты, в которые будет набиваться грязь. Да и на прочность соединения воздушные пузыри между стеклами повлияют не самым лучшим образом. После ребер жесткости мы принялись за донные стекла. В прошлом видео я опоминал, что дно у нас будет двойное и составное. И в данный момент наша с дядей Валерой задача состоит в том, чтобы склеить стекла между собой. Для того, чтобы ляпушки между стеклами успели просохнуть до собирания аквариума в одно целое. Как вы можете видеть, мы перевернули одно из стекол и делаем разметку. Это необходимо для того, чтобы все точки силиконом были симметричными. Ну и чтобы все выглядело аккуратно. В нашем случае точки будут маленькими и нанесены через каждые 10 см. После нанесения разметки переворачиваем стекло обратно, очищаем от пыли с помощью простого очистителя для стекла и обезжириваем ацетоном. Ну а теперь, друзья, любимое занятие нанесение точек на стекло. Не скажу, что это занятие мне нравится делать лично, тем более на полу в неудобной позе, но наблюдать за процессом одно удовольствие. Еще раз повторюсь, точки нужно наносить мелкие и часто. Таким образом, вся нагрузка на нижнее стекло распределится равномерно по всей площади дна. Затем, второе, заранее, очищенное обезжиренное стекло нужно положить сверху. Делать это нужно аккуратно и без сдвигов, чтобы не размасать наши ляпушки и не придавливая оставить его в покое до полного просыхания. Зазор между донными стеклами должен быть примерно в 1 мм. Толщина этого зазора ни на что особо не влияет, но если его сделать очень большим, то при продувании швов туда провалится много силикона и все это будет выглядеть не особо красиво. Так как у нас дно делится на три одинаковые части, всю эту процедуру нам предстоит проделать еще два раза. Ну и пока вы смотрите на то, как работают люди, немного расскажу, что вас ждет в следующих выпусках. Относительно подготовки стекла я планирую сделать еще одно отдельное видео с сверлениями отверстий под проходные муфты, показать вам некоторые нюансы, с которыми вы столкнетесь, если будете делать у себя что-то подобное. И покажу вам сами муфты и расскажу, почему мы приняли решение использовать именно их. В следующих роликах мы с вами приклеим фон на стекло и монтажную ленту на все стекла, для того, чтобы сделать швы и галтельки идеально ровными. Покажу вам металлокаркас, на который будет установлен аквариум, ну и, конечно же, сам процесс строительства этого аквариума с задуванием швов. Возможно, в процессе у вас возникнут какие-то вопросы, которые мне стоит раскрыть в следующих выпусках. Не стесняйтесь их задавать в комментариях. Чем больше вопросов, тем более информативным получится следующий выпуск. Так что, если вы все еще не подписаны на обновление канала, не забудьте это сделать прямо сейчас. И обязательно жмите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых выпусках. Что ж, друзья, спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Не забывайте ставить пальцы в качестве благодарности и делиться видео с друзьями. Желаю всем вам добра, удачи, здоровья вам и вашим питомцам. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok